Коммунальные службы продолжают подготовку к осенне-зимнему сезону. Большие работы развернулись на улице Комсомольской. Здесь компания «Теплоцентраль» перекладывает трубопровод, идущий от котельной на улице Сиреневой. Глава района в субботу проинспектировал ход работ. Часть их была сделана еще в прошлом году. Сейчас меняют 560 погонных метров в двухтрубном исполнении. По словам директора компании Александра Царегородцева, износ магистрали составляет около 70%. Теперь водой теплоснабжения микрорайона Заречный обещает заметно улучшиться. К тому же появится дополнительная мощность для перспективных строек. Тут порядка 70 домов. Это даст улучшение, меньше отключения горячей воды и теплоснабжения. Сейчас и остановка котельная идет до 16 августа. Во время остановки идет замена. Полностью все к 1 сентября, а горячая вода 16 августа. По проверке МинЖКХ отмечено, что на должном уровне идти. Мероприятие проводится по потоке к отопительному периоду. Ну и видим, что работа не прекращается ни в выходные дни, ни в будние дни. Комсомольская, 7, дробь 1. В конце мая Алексей Валов уже приезжал в этот двор. Управляющая компания «Перспектива» не выполняла требования по содержанию территории и не соблюдались нормы пожарной безопасности. На днях жители вновь пожаловались, что ничего не меняется. Глава сообщил, что двор на следующий год включен в программу благоустройства. Это решит одну из проблем – разрушенного асфальтового покрытия. А вот к управляющей компании претензий меньше не стало. Предложение жителям менять на другую. В прошлый раз мы были, поставили задачи. Много чего сделать. А сделано совсем чуть-чуть, процентов, может быть, 10 от тех задач, которые мы поставили. Нет никакого желания в нормативную готовность к функциону этот дом привезти. 10 лет она эксплуатирует этот дом и в такой помойке жить. Потому что голова должна работать у людей. Значит, это неэффективная управляющая компания. В активном режиме продолжается строительство социальных объектов. Кирпичик за кирпичиком подрастают стены школ в микрорайоне Солнечный и сельском поселении Медвежье Озерское. В субботу Алексей Валов провел заседание штаба строительства при стройке на 275 мест к школе в Медвежьих Озерах. Объект повышенной важности и повышенной ответственности находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Строителям поставлены жесткие сроки сдать школу до конца ноября и до конца года получить лицензию. Поэтому параллельно с возведением стен надо решать и другие вопросы. Подводить инженерные сети, согласовывать подключение, а также заранее заказать необходимое оборудование, ИТП, системы вентиляции, электрику. Подбирать подрядчиков, которые будут монтировать внутренние инженерные сети. Сегодня на стройплощадке работает порядка 60 человек. Начинается монтаж наружных сетей. Строители говорят, что график соблюдается и все задачи выполнимы. За последние недели сделано очень много. Уже подняли первый этаж, кладку стен наружных. Сейчас ведется кладка внутренних перегородок. Ждем сейчас уже плиты перекрытия первого этажа, между первым и вторым этажом. Доволен и глава поселения Владимир Канахин. Говорит, эти на глазах подрастающие стены лучший ответ тем, кто не верил, что школа в поселении будет. Жители, чтобы они, во-первых, не волновались, что школа не строится, она строится и будет. И попросить, чтобы они особо не обращались, что ребята работают в три смены даже иногда. Но ночью они стараются меньше шуметь. Но для того, чтобы объект сдали вовремя, все-таки пускай немножко, прошу вас, потерпеть. Ну и сказать большое спасибо строителям. Они на все вопросы дали исчерпывающие ответы. То есть они уже работают над тем, чтобы запараллелить все. И к моменту готовности коробки запустить здание в целом, эксклюзационную готовность. На данный момент удовлетворение есть. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».